О культуре. Король Лир и его подданные заговорили на чувашском языке. В Театре юного зрителя премьера спектакля по пьесе Улима Шекспира. Произведение «Гения» с мировым именем на чувашский язык перевел Владислав Николаев. Именно этой постановкой открылся 81-й театральный сезон в Тюзе. На премьере побывали и мои коллеги. В последние приготовления волнение нарастает. Наталья Шамбулина готовится особенно тщательно. К Шекспиру питает слабость с малых лет. К этой роли шла долго. Еще когда стояли Ромео и Джульетта, я очень мечтала сыграть кормильцу. Но не получилось. Видите, я очень рада и счастлива, наверное, что именно в «Короле Лире» досталась мне эта роль Ганны Рильи, старшей дочери. Спектакль поставил художественный руководитель театра Станислав Васильев. Признается, что работать было интересно. Сама постановка получилась не совсем обычной. По декорациям, костюмам героев и реквизиту сложно определить, в какой эпохе происходит действие. В сценографии очень много символики. Постановка заставляет по-новому взглянуть на классический шекспировский сюжет. Спектакль «Король Лире» получился не столько о родительском горе и бессилии, сколько о разрушении человеческого в самом человеке, семье, обществе. Мне кажется, не зря сегодня Шекспир, именно пьеса «Король Лире» появляется во многих театрах России и мира. Ощущение такое, что сама среда диктует эту пьесу сегодня поставить. Потому что вопросы, которые возникают в сегодняшнем мире, не только семейные, но и государственного уровня, разрушение государств, взаимоотношения между государствами и взаимоотношения внутри семьи, она очень похожа. И мне кажется, она сегодня очень актуальна. Спектакль «Король Лир» – первая часть проекта «Мировая классика на чувашском языке», поддержанного Министерством культуры России. Вторую часть гранта составит перевод и постановка пьесы «Мамаша Кураж» и ее дети Бертольда Брехта. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика.